Сухая и жаркая погода всерьез осложняет уборку сены. Фермерским и личным подсобным хозяйствам в этом году будет непросто обеспечить поголовье кормами. Для многих эта задача стала очередным испытанием на прочность. Так, житель Качалина, пережив пожары августа 17-го и паводок весны 18-го, уверен, что и засухой справится. Все подробности у Ларисы Лазука. Донские степи сегодня напоминают выжженную прерию. Так и не дождавшись дождей, трава давно высохла. И надо очень постараться, чтобы наскрести здесь сено, хоть на телегу. Она редкая вообще, и уже сухая на корню. Вот получается сейчас скосил, можно уже и следуем, и граблями уже грести. Григорий Куликов корма для своего личного подсобного хозяйства заготавливает сам. На сенокосе любую свободную минуту. Но понятно, в этом году процесс может растянуться на все лето. Стараемся, пытаемся. Фолощинком где-то в деревцах, там еще более-менее зеленое. А так, не знаю, что будет и, правда, какое-то испытание. И одно за одним, одно за одним, одно за одним. Весной скотоводческую точку Григория Куликова, которую он построил в степи, надолго отрезала от пастбищ разливом. Пережили испытания не только водой. В прошлом августе, когда в регионе сложилась чрезвычайно пожароопасная обстановка, это хозяйство огонь не миновал. Были уничтожены постройки, техника, заготовленные корма, погибла часть животных. Отстроиться заново помогли друзья, односельчане, местные фермеры. При жесткой нехватке кормов тяжелым испытанием стала зимовка. И вновь нашлись неравнодушные люди, которые помогли, хоть и не без потерь, дотянуть до весны, до первой травы. Особенно после того, как в эфире «Волгоград ТРВ» в феврале вышла программа об этом небольшом, но стойком хозяйстве. Люди помогали, люди звонили, удивляли. Если бы не люди, я бы вообще не призмовал. В феврале парень мне привез панчина один, 10 рулонов. 10 рулонов сена он привез мне просто. Я говорю, что я тебе должен, ничего не должен. У меня есть лишнее, я тебе даю. Плюс дома там еще тот дал 5 тюков, этот 10 тюков. В нынешнюю сушь меры противопожарной безопасности, которые и так предпринимались, учитывая горький опыт, здесь, можно сказать, утроили. Купили запасной генератор, шланги, опашка само собой. В тот раз была большая, а в этот раз еще больше сделали. Поставили емкость возле сена. И теперь, если что, вдруг ушут как-то. Уже стараюсь в этот раз подальше от всего сена слаживать. То я так-то далеко ложил, а это еще раз дальше. И хоть сегодня на точке внешне мало, что напоминает о пожаре, о таком не забыть. Выживший в огне кот Васька в дополнение к кличке получил прозвище. Вася Погорелец, его все знают. Вот он у нас, Вась Погорелец. Получается, за тот год и за этот уже огонь и воду пережили. Вот теперь осталось нам засуху вот эту вот пережить. И думаю, все будет хорошо.